У тебя уже первопоклонники появились. Я делаю два подхода по 50. Внимание! Мама и Вина. Кто мы? Сидишь один в кадре. Страшновато ж. Чего? Это уже ноги? Да не надо. Да вообще круто, мне очень нравится, когда она выгибается. Друзья, всем привет! Это видео для тех, кто искал максимально эффективную утреннюю зарядку. Со временем понял, что, наверное, какие-то упражнения, которые выполняют так, как я их понимаю, делаются неправильно. Поэтому я пригласил своего брата, он профессиональный тренер, и подскажет, соответственно, как я делаю. Правильно, неправильно, скорректирует какие-то там мои движения. Смотрите видео, оно будет максимально полезным. Это действительно зарядка, которая наполнит вас энергией на весь день. И что я могу сказать? Давай, братуля, поехали! Я профессиональный фитнес-тренер, занимаюсь этим уже более шести лет. Специализируюсь на работе с предпринимателями в основном. Помогаю повысить уровень энергии за счет тренировок, за счет работы с питанием, работы с сознанием. Сегодня я в роли персонального тренера моего брата. И мы сегодня покажем вам тренировку, о которой я вам уже рассказал. Утреннюю зарядку. Утреннюю зарядку, да. Я здесь в качестве эксперта и буду корректировать технику, если где-то какие-то моменты у него будут получаться неправильно. Короче, хватит болтать, давайте работать. Погнали! Я разминаю вот так вот мышцы шеи. Трапециевидная. Да. Ну как, ты считаешь, это нужно вообще, правильно? Ну, можно размять, чтобы крови туда нагнать. Выпил стакан воды. Сам знаешь, насколько это важно с утра. Да, кстати, ребят, вода – это очень важно. Она отвечает за многие обменные процессы в организме. И недостаток воды сказывается на этом, на всем. Вот, поэтому понятно, что там, если вы только начинаете это делать, сразу вставать и выпивать там 250-300 миллилитров, возможно, не стоит. Пробуйте маленькими глоточками по чуть-чуть наращивать объем воды, которую вы выпиваете. Ну, в среднем там стакан 200-250 миллилитров для начального этапа, для разгона организма это будет достаточно. Теплой воды, теплой. В общем, я делал упражнение подобного плана, вот такое, по несколько повторений в разные стороны. Ты предложил другое и сказал, что это круче. Да, он просто пытался совместить как бы вот в этом движении, в этом наклоне, непонятном для меня каком-то, типа я якобы тяну и здесь, и там. Если мы беремся за один отдел, значит, мы делаем конкретно его, акцентируем внимание на нем, потом переходим к другому. Начинаем разминать мышцы шеи, растягивать. Ты делаешь сначала, встаешь ровно, руки вдоль корпуса, лопатки убираешь назад и опускаешь плечи вниз. Задача наша выполнять поворот головы в сторону максимально, насколько это у тебя позволяет растяжка мышц шеи. И обязательно сделать паузу через сторону. Повернул максимально, 2 секунды паузы, плавно вернулся в исходную позицию обязательно. Потом повернул в другую сторону. Выполняем 8-10 повторений и переходим к следующему движению. В каждую сторону 10 или нет? Всего можно 10, этого будет достаточно. Следим, чтобы плечи не двигались за головой. Ни во время поворотов, ни во время наклона. Сильно не напрягайся, встань расслабленно. Встал расслабленно. Дальше у нас выполняется наклон головы к плечу. Выполнили максимально наклон. 2 секунды фиксация, потянули мышцы шеи, вернулись обратно в исходную позицию. Смотри, у тебя сейчас получается поворот, а нам нужно сделать наклон. Чтобы ты не вращался подбородком в сторону, а сделал только наклон. Смотреть, значит, вперед. Смотреть вперед и можно дополнительно растянуть мышцы шеи, опустив плечи вниз. Вы сделали наклон, опустили плечи вниз, как будто нажали руками в пол, и у вас еще больше произойдет растяжение мышц шеи. Также 8-10 повторений всего будет достаточно. Мы фиксируемся на плече и начинаем выполнять наклон вперед, полукругом прокатываясь подбородком по груди и оказываемся на другом плече. Назад голову мы не закидываем, мы делаем движение только через перед. Не делай поворот головы. У тебя происходит, смотри, что. Просто покажу сейчас. Нам нужно выполнить наклон вперед, и мы оказываемся опять в наклоне. А ты делаешь вот так. У тебя взгляд оказывается вот туда. Вот я стою. А у тебя взгляд должен оказаться вот туда. Каждый раз вперед. Наклон, полукруг прошел, и ты смотришь опять вперед. Да, и вот ты обрати внимание, у тебя начинают плечи подниматься наверх, за головой. Вот за этим, за всем нужно последить, чтобы этого не происходило. И вот сейчас, кстати, очень круто проработалась вот эта часть. Я прям чувствую, как она растянулась круто. Дальше я делаю, соответственно, вот, уже включаю плечи. Смотри, что я бы здесь добавил, а потом бы добавил это движение. Я бы сделал полный круг, покажу сбоку, полный круг вращения назад. Работает у нас верх трапеции, которые нам позволяют поднять. Также 8-10, всего по 8-10 раз будет достаточно. В одну сторону. Это назад движение, да, и потом то же самое нам нужно сделать вперед. Скорость нам сейчас не важна. Нам нужна максимальная амплитуда. И то же самое выполняешь движение вперед. Старайся локти не сгибать, акцент только на плече. Чтобы ты как будто плечом обрисовал окружность. Но ты смотри, ты сейчас крутишь только одну руку. А вторую оставляю. А тебе нужно и вторую вращать. Это немножко другого упражнения? Нет, это то же самое. Просто ты крутишь плечо, получается, только в одну сторону, а во вторую не крутишь. А тебе нужно ее вращать во всей плоскости. Не спеши, да, не спеши. Смотри. Так сложнее. Сложнее. Сделай обе ладони вниз. Обе ладони вниз. И теперь тебе нужно в разные стороны их максимально повернуть. И у тебя оказывается и эта ладонь наверх. Посмотри, и эта наверх. Вот. И при этом тебе нужно еще повернуть голову в сторону. Вот это интересно. Интересно. Растягивает хорошо. Прямо я чувствую, как плечи пошли. Да, только ты не скручивайся при этом самим корпусом. Ну, то есть повороты не делай по оси. Понял. Ну, это получается 5 раз в одну сторону, 5 в другую. Да, будет достаточно. По времени можно, если говорить про время, а не про количество повторений, то достаточно будет в районе 10-15 секунд на одно движение. Теперь локти. Смотрите, мы шею сделали, плечи сделали. Теперь локтевой сустав. Встаешь ровно, руки в стороны и начинаешь делать вращающие движения. Наружу, во внутрь, неважно. Сначала в одну сторону, потом в другую. Здесь главное, чтобы локти зафиксированы были на одной высоте. Чтобы не поднимались вниз, не поднимались вниз, не поднимались вниз. То, что здесь напрягается в это время, это же нормально? Она напрягается, потому что она удерживает в статике руку вот в этом положении. А задача наша сейчас проработать локтевой сустав. Можно добавить кисти. Кисти можно сделать вот в таком положении, вытянутом. Можно просто здесь держать, вращать каждую руку отдельно в одну сторону, в другую. Можно кисти сделать в замок и поворощать в замке в одну сторону, в другую. Дальше мы опускаемся вниз. Это у нас грудной отдел позвоночника. Соответственно, что мы делаем с грудным отделом? Нам нужно его округлить максимально на выдохе и на вдохе выпрямиться максимально в ровное положение. Выдох, округлили, вдох, выпрямили. Делай. Выдох, не спеши. Все через паузу. И руки опускай вниз. Вот здесь ты полностью не раскроешься. Опусти вниз и максимально раскроется грудная клетка. Сводишь лопатки, грудь наверх, вперед. Получается, мы в грудном отделе сейчас делаем скругление, как будто сутуливание специальное. И полное выпрямление за счет опускания лопаток вниз и отведения их назад. Мы работали в одной плоскости, в плоскости фронтальной, вперед-назад. Теперь мы будем работать в другой плоскости, право-лево, из стороны в сторону. Задача какая? Можно вытянуть руки, чтобы было комфортнее понимание, что мы делаем. Нам нужно зафиксировать таз и сдвинуть, как будто плечевой пояс в одну сторону. И вернуть обратно. Сдвинуть в другую сторону, вернуться обратно. Можно это сделать с вытянутыми руками в сторону. Можно это сделать просто с опущенными руками, смещая корпус в одну сторону, смещая в другую. Не очень простое для понимания упражнение. Ну вот, кстати, я скажу, что вот именно вот так удобнее всего. Ты упираешься в таз и таким образом он стоит на месте. Но у тебя получается наклон сейчас, а тебе наклон не нужен. Тебе нужен сдвиг в сторону. Вот я вот чувствую, прям как я там снизу сдвигаюсь, вот так. Сейчас, смотри. Ну, лучше, чем, да, лучше, чем впервые. По пять раз вправо и пять влево. Есть. А вот некоторые делают, когда с грудным отделом, они делают прям вот так. Это нормальное, это правильное движение? Потому что вот то, что мы закидываем голову назад и еще... Я бы вот, по-честному, не советовал бы закидывать голову назад вообще никаких упражнений в положении стоя. Это можно в каких-то моментах делать, когда ты в положении лежа находишься, в горизонтальной позиции. Ну, потому что это перегружает мышцы шеи вот в этом положении, и у тебя не остается мышц, которые могут эту голову стабильно удержать. Ноги на ширине таза, руки на поясе, и мы пытаемся тазом обрисовать окружность, сдвигаясь только тазом. У нас, получается, плечи фиксированы на одном месте. Ну, посмотри, я правильно делаю? Не смещайся корпусом вперед-назад. Вот эту часть тебе нужно полностью зафиксировать. Ага. А тазом описываешь окружность. Пять в одну, пять в другую. Можно пять, можно восемь. Первое, на что стоит обращать внимание, это сколько у вас времени есть в вашем распоряжении. А второе, работайте на ощущения. Всегда чувствуйте, что подсказывает вам ваш организм. Так, дальше у нас будет наклон, и мы ноги ставим чуть шире плеч, носки развернуты в стороны. Нам важно выполнить ровной спиной наклон вперед, при этом у нас таз отодвигается назад. И наша задача поймать здесь внизу точку максимального натяжения, когда у вас задняя поверхность бедра максимально натянута. И мы короткими такими пульсирующими движениями начинаем опускаться к полу. Пробуй. Сколько раз? Спина у тебя сейчас скруглена, нам нужно сделать максимально ровную спину. Вот, выпрямился полностью. То есть, можно положить руки на коленки, выпрямить спину. И убираешь руки, да. И фиксируешь положение позвоночника максимально ровно. Наклоняешься вниз. Сейчас поймаешь такое ощущение вот здесь, натяжения задней поверхности. Колени не сгибай, попробуй максимально ровно. То есть, я должен... Вот. И твоя задача. Какие мышцы мы сейчас растягиваем? Задняя поверхность бедра. На мне показывай. Я на себе показал. Задняя поверхность бедра у нас вся задняя поверхность бедра. Это бицепс бедра. Он, соответственно, в этом упражнении растягивается. За счет ровной спины. Да. Смотри, какая штука. Смотри, какая штука. Если я с ровной спиной это буду делать, вот это крайняя точка, куда я могу опуститься. Все, я больше не могу вниз опуститься, у меня все натянуто. Но если я скруглю поясницу, смотри, что произойдет. Это уже движение в поясничном отделе. Но это не растягивает заднюю поверхность бедра. То есть, мы заднюю поверхность бедра можем растянуть только с ровной спиной. Вот, я двигаюсь. Но у меня тоже чувствую в спине движение. Ты должен ее зафиксировать, там не должно быть движение. Ну нет, не движение, а натяжение. Натяжение. Потому что у тебя сопротивляются мышцы с двух сторон. То есть, это нормально? Это нормально. И стопы теперь у нас уже не развернуты в стороны, а параллельны друг к другу. Выполняем тот же наклон, что мы делали с ровной спиной. И начинаем диагонально касаться стопы, скручиваясь в поясничном и в грудном отделе. А ты помнишь вот это упражнение у нас еще? Стопы параллельно сделай. Друг к другу. Вот так? Есть, да. Наклон с ровной спиной. Сначала выполни наклон, а потом из этого наклона ты начинаешь вращаться. Шея должна быть ровная или я могу сделать так или так? Ты смотришь в пол. В пол. Да. Можешь добавить поворот вместе с позвоночником в сторону. Правильно? Да. Без резких движений. Все должно быть под контролем у тебя. Есть. И теперь как раз вот это упражнение, про которое ты говорил. Вытягивание позвоночного столба. Да? Да. Задача. Встать широко. Поставить руки сюда, на бедра, ближе к тазу. Упереться и выпрямить руки полностью, чтобы у вас они были максимально прямые. И потом мы из этого положения начинаем садиться тазом вниз, удерживая руки прямые. И у нас вытягивается позвоночный столб. Мы можем в этом положении либо посидеть, либо пульсировать. Встали, сели. Либо, как вот предлагал Руслан, показывал, мы добавляем небольшое скручивание в сторону, что дает нам еще больше вытяжения. Я раньше это упражнение выполнял вот так. Тоже посмотрел тренера одного, значит, куда сюда. И делал вот такую вот историю. Да. Так, подожди, вот мы ставим, подожди, у нас на ширине плечи, еще раз покажи. Ноги шире плечи. Значит, ставим сюда. Упираемся, делаем наклон. Упираемся в бедро, ближе к тазу. Блин. Максимально прямые руки. Ну, ноги чуть сгибаем, да? Ну да, мы как будто немножко подсели. Ноги, руки ровные, да, вообще? Прямо уперся туда, выпрямился, как будто ты в планке стоишь. И начинаешь садиться в пол. Где я должен почувствовать? Вот на мне, покажи, где я должен чувствовать сейчас. Вот я присаживаюсь, где я должен чувствовать? Не будет видно, ты же стоишь передом. Смешно. У тебя будет вытягиваться весь позвоночник, начинать будет он вытягиваться с поясницы. Чем ниже ты будешь опускаться, тем больше вам будет нагрузка подниматься к голове. К грудному отделу. Можно сделать так, можно добавить скручивание, так же упираясь руками. И можно потом, чтобы скручивание было еще больше по углу, можно выполнить вот такое же движение, как ты показал. Просто из этого положения у тебя получится более амплитудное движение, чем вот с этим упором жестким. Так получается, ты мне предлагаешь то же самое сделать? То же самое, просто более амплитудное движение получится. Амплитудное – это означает, что увеличивается длина растяжения мышцы. Вот это очень круто тянет. Вот, допустим, объясню на примере сгибания руки. Вот это максимальное разгибание в локте, вот это максимальное сгибание в локте. Это максимальная амплитуда движения. Я могу делать не в полную амплитуду, то есть я могу закончить движение вот здесь. И это будет половина амплитуды движения. То есть это расстояние от максимального растяжения до максимального сокращения. Нам теперь нужно повращать тазобедренный сустав в своей плоскости в одну сторону наружу и потом вовнутрь. Let's go. Не спеши, смотри, у нас таз имеет свойство подворачиваться, подкручиваться и скручиваться в сторону по оси. Вот попробуй сделай сейчас, чтобы у тебя таз не скручивался. Вот смотри, сейчас объясню. Вот у тебя есть отведение в тазобедренном суставе. У меня таз остался на месте, а тазобедренный сустав как будто разогнулся. Ты делаешь вот так. Ты отводишь и поворачиваешься всем корпусом в сторону. У тебя происходит таз, смещается. Попробуй его зафиксировать, чтобы он не скручивался. Последи, чтобы у тебя вот эта часть таза не подворачивалась в сторону. То есть это означает, что ты просто не сильно отводишь ногу. У меня хрустит. Ничего страшного. Смотрите, если какие-то хрусты, какие-то ощущения неприятные вы чувствуете в этом движении, просто уменьшаете амплитуду движения. Делаете небольшой оборот и отведение, а просто покороче. Как будто маленькую окружность описываете коленкой. По пять раз. Вообще замечательно. И вовнутрь то же самое нам нужно сделать. Обратно? Обратно. Да, то же самое. Представь, что тебе нужно нарисовать круг. Вот здесь у тебя карандаш, маркер, неважно что. И ты пытаешься ровную окружность описать коленным суставом. А где я должен написать? Вот здесь или вот здесь? Вот здесь перед собой. Вот в этой плоскости. Вот у тебя здесь там плакат, я не знаю. И тебе нужно вот эту окружность нарисовать вот здесь перед собой. Вот здесь перед собой. Во! Но только опускать ногу ниже. Получается у тебя будет эллипс. Как бы не окружность, а эллипс. Вытянутый в вертикальной плоскости. Другие мышцы работают. Смотрите, когда мы делаем движение вовнутрь, у нас работают мышцы, которые расположены как бы внутри. Здесь внутренняя поверхность бедра. Когда мы делаем что-то наружу, у нас мышцы работают, которые у нас как бы латеральные, со стороны находятся. В данном случае за вот движение наружу отвечает ягодичное, за движение вовнутрь отвечает внутренняя поверхность бедра. Следующее движение у нас. Делаем широкий выпад максимально. У нас стопа находится четко под коленным суставом. Задняя нога не сгибается в коленном суставе. Мы можем облокотиться руками на бедро, можем облокотиться предплечьем на бедро. Наша задача пульсировать тазом в пол. Направление движения перпендикулярно полу. И аккуратно по ощущениям пульсируем. Да, голова. Просто смотришь перед собой, можешь наклониться немножко вниз, как бы продолжение позвоночника, чтобы тебя было. Ну вот сейчас правильно все? Да, все четко. Колено старайся вообще не сгибать на задней ноге. Да. Что мы сейчас растягиваем? Получается вот эту часть? Передняя поверхность бедра, той ноги, которая сзади. И, соответственно, мы растягиваем на передней ноге ягодицы. Так, вот я сделал несколько, там, допустим, пять раз. Да. Ставишь руку другую, одноименную руку ставишь со стопой, на ладонь, на полную. И поворачиваешься. Смотри, поворот нужно сделать вот отсюда, вот в этой плоскости. Покажи, как. Не через перед, не вот так, как ты сделал, а вот так. Через сторону. Вот, видите? Тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Твоя задача удержать максимально ровное положение. Смотри, у тебя пятка подвернулась в сторону, выпрями ровно. Бля. Чтобы встать правильно вот с этого положения, ты вот это движение сделал, отсюда через низ вернул руку сюда и через выпад поднялся наверх. Так, давай, получается, другая рука. Задняя нога прямая, на носке у тебя стоит нога. Колено не сгибай в задней ноге. Да. И пульсируй прям по ощущениям, чтобы у тебя каждая пульсация, движение вниз была под твоим контролем. Не так. Одноименная рука. Не разноименная, а одноименная. То есть, если у тебя впереди правая, значит, на пол мы кладем правую руку. Вот это... Чтобы вы понимали, я по-другому делаю, если я ставил сюда... Блин, я сейчас даже уже так не могу. Я всегда ставил вот так. Это гораздо легче выполняется. Здесь у тебя скручивание. Мы делаем это для того, чтобы скрутить грудное отдел, и поэтому, если у тебя мобильность грудного отдела плохая, то у тебя плохая будет равновесие в этой позиции. Потом я сюда выходил вот так и делал вот так. И здесь очень классно растягивается. Здесь растягивается, с поясницей растягивается. Пойдет. Но мы уже это сделали со скручиваниями и с наклонами. Есть. Дальше коленный сустав. Что мы можем сделать? Мы можем сделать наклон. Ноги на ширине таза, наклон корпуса вперед. Упираемся полностью всем весом корпуса в бедро над коленным суставом. И первый вариант. Мы можем специально уводить колени за носок, подсаживать вниз и разгибаться обратно. То есть у нас в тазобедренном суставе ничего не происходит, а происходит движение только в коленном суставе. Нам нужно его согнуть, колено, и разогнуть. Пятки не поднимаются. Пятки не отрываются, да. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы специально весь вес тела, который у нас есть, направить в коленный сустав, чтобы дать ему поработать под нагрузкой. Это первый вариант. А второй вариант, который вы можете где-то вам, кто-то может сказать, что так типа делать нельзя, это большая нагрузка на крестообразную связку коленного сустава. Но это, поверьте, ну, никакого критического такого, как сказать, короче, ничего плохого у вас там не получится, и никакой нагрузки туда, на крестообразную связку критической не будет. Смотрите, это как на физкультуре в школе учителя нам показывали, учителя. Мы либо в одну сторону вращаем колени, а потом в другую, либо в разные стороны вращаем колени, потом вовнутрь. Можете выбирать сами. Просто многие говорят, что вот это смещение из стороны в сторону большое давление оказывает, ну, типа вред на крестообразную связку. В данном случае, когда вы с собственным весом работаете, если он не превышает у вас там 150 килограмм, то ничего не будет критичного. Главное амплитуда, чтобы была небольшая, очень-очень короткая. Смотри, сейчас ты делаешь это очень широко. Не нужно широко, очень маленькая амплитуда. Вот так? Да. Как будто у тебя получается то же самое сгибание и разгибание, но немножко меняя плоскость движения. И без резких движений, без резких. Все под контролем ты должен держать. Ну, и вы, соответственно, тоже, если вы будете повторять. Не отрывай пятки, не отрывай. Стопа полностью прижата на протяжении всего движения. Так, и последнее у нас осталось. Стопа, голеностоп, как хотите это называйте. Тоже несколько вариантов есть. Первый, самый простой вариант. Держим ногу на весу, вращаем просто стопу в одну сторону, в другую. Это первый вариант. Второй, мы можем опереться, немножко под нагрузкой сделать голеностоп и вращать. Здесь как будто вкручиваем в пол, вовнутрь, наружу, тоже сделать движение. Но я предпочитаю другой вариант. Что мы делаем? Мы поднимаем ногу, максимально подтягивая колено к груди. И вот в этом положении начинаем вращать стопу на руку. Ну, а кто, у кого высокий вес, у кого живот, он не сможет так сделать. У кого вес, пожалуйста, держите здесь, держите здесь. Но я предпочитаю вот такой вариант. Поэтому, если вам позволяет живот сделать движение, выполняйте это движение. Растянули здесь, вращаем. Давай, делайте. Это позволяет? Максимально к груди. Прям прижимай колено к груди. Удерживаешь в этой позиции ногу. Держись, лучше здесь ближе к коленному суставу. Почему так лучше? Потому что у тебя, во-первых, здесь растягивается ягодица, во-вторых, у тебя здесь баланс, который ты удерживаешь. В-третьих, ты еще и голеностоп разрабатываешь, растягиваешь. Пять в одну, пять в другую. То есть, если речь идет про экономию времени, опять же, то ты здесь убиваешь трех зайцев. Постарайся ногу сильно не сгибать в колено, сустави внизу. Понятно, что это баланс, но тебе нужно постараться максимально прямую ногу сохранить. Готово. Поклонение богам. Вот так вот дыхаю. Все. По идее, первая часть зарядки, она выполнена. И теперь мы приступаем ко второй части. Это силовые упражнения. Я сразу скажу, я вообще не знаю, о чем он будет делать. Ну, как бы по ходу сейчас разберемся. Он показывает то, что он делает обычно и, соответственно, я буду вносить какие-то корректировки, как бы сделал я или там, ну, или что-то по технике буду корректировать. Начиная вот с подобного прогиба это упражнение из йоги. Давай, сейчас немножко скорректирую тебя. Здесь твоя задача таз максимально направить в пол, чтобы растянуть переднюю поверхность. Вот сейчас что? Правильно же, ровненько. Здесь я бы таз поднял выше бы, встал на носочке. Вот так? И грудь опустил максимально вниз. И руки прямые. Ты прям вытягиваешься в пол руками, тазом толкаешься наверх. Да. Потом я становлюсь. Это все упражнения больше из йоги. Прогибаюсь. Ну, это примерно вот сейчас то же самое, что мы с тобой стоя делали с грудным отделом. Да, потом вот так протягиваюсь одна. Значит, ладошка сюда. Потом ладошка сюда. Все. После этого у нас идет любимое у всех упражнение планка. Не у всех. Поверьте, сколько я тренирую, это самое нелюбимое упражнение у всех. Я об этом не говорю. Что мне всегда, знаешь, что кажется, что когда я стою, у меня либо здесь напряжение, вот, либо здесь, либо вот здесь напряжение. Я не могу понять, где оно в итоге-то должно быть. Оно должно быть на прессе. То есть на спине вообще не должно быть напряжения. Будет дискомфорт, если у тебя есть грыжа, протрузия какая-то, то как бы нежелательно это делать. Нежелательно планку вообще делать? если у тебя есть какая-то проблема. У меня есть грыжа. Просто если особенно слабые мышцы, если ты понимаешь, как правильно делать и акцент смещаешь на мышцы брюшного пресса, тогда ничего страшного. Let's go. Ты покажи, как ты это обычно делаешь. Я делаю это вот так. Смотри, что нужно сделать. Тебе нужно таз подкрутить, сжать ягодицы. Да, прям подкрутить, сжать и как будто немножко скрутить поясницу, скруглить и напрячь мышцы живота. А, я понял, о чем ты говоришь. Понял? Да. И все, и у тебя вся нагрузка уйдет на пресс. Ты сейчас даже будешь чувствовать, что у тебя грузится прямо именно там. Да, да, есть такое, да. Вот, в этом положении тебе нужно стоять. Ты уже засек, разговариваешь. Ты стой, стой. Но вообще для зарядки тебя зафоткали. Начинающим. Девочка остановилась, тебя зафоткала. Отлично. И своему парню говорит, вот смотри, как надо, а не то, что ты. Хорошо, минута. Как будто подпустился, подопустился. Подними чуть-чуть его повыше и подкрути. Вот. Ох, как пресс-то горит. А вот в этом и прикол весь. А если ты не будешь его напрягать, у тебя и уходит нагрузка на поясницу. Понятно. 46 секунд пока. Ёлки-палки. Что-то я маханул с двумя минутами. Ну, давай хотя бы минуту. 5 секунд осталось до минут. Давай. В следующий раз делай 2. 2, 1. Красавчик. Еще я вот так потом делаю. Так, значит, следующее упражнение, которое я выполняю на спину, усиловое, это вот такое. Ага. Я бы сместился, первое, что я сделал, я бы сместился назад, чтобы у тебя колени лежали на краю ковра. Почему? Объясню. Потому что у тебя руки сейчас лежат на полу, а ноги на ковре. Ну, нелогично, да? Ноги можно оставить на полу, потому что в кроссовках, а руки положить на коврик. Вот. Это первое, что бы я сделал. Второе. Ты это делаешь очень быстро, это движение. И следующее, что я заметил, ты поднимаешь каждый раз голову наверх. Смотри, первый акцент. Мы постоянно смотрим в пол, подбородок у нас прижат к груди, не до конца, прям ты не давишь туда, просто в нейтральном положении находится. И делаешь подъем диагонально. Вот выбери одну сторону диагональную, любую. И вытягивайся не только наверх, ты не выбрал диагонально, у тебя одностороннее движение сейчас получилось. А тебе нужно ее сделать диагональное, да. И ты тянешься еще и в длину. Руку тянешь вперед и наверх, вперед и наверх, и ногу вперед и наверх. Ой, назад и наверх. Да, только без резких движений. Поднял, голову не поднимай, только рука вместе с плечом. Видишь, у тебя мобильность грудного отдела очень плохая, и у тебя даже грудь до конца не прижимается к полу. Замечаешь? У тебя плечи очень высоко над полом. Что я неправильно делаю? Нет, у тебя просто в грудном отделе мобильность плохая, как будто, ну, как бы сутулость. И у тебя мышцы уже гипертрофированы, там, зажаты, и они не растягиваются и толком не сокращаются. То есть, получается такая какая-то очень короткая амплитуда. Тебе что я посоветовал, да, в таких моментах? Массажист, который будет растягивать мышцы, массировать, делать их мягкими, эластичными, возможность большего растяжения, и делать упражнения, которые позволяют их укреплять. Это вот эти? Да. Я их и делаю. Хоп, опустился. Оп, опустился. И вытягивайся в длину. Да. Ты можешь выпрямить руку еще больше вперед? Да, нормально. Опять начинаешь рывок, опять голову подключаешь. Ты, сейчас объясню одну штуку, ребят, если надо. Где у меня должно, где должен мышцы чувствовать? Покажи рукой. Поясница, у тебя поясница работает, здесь есть два таких столба. Если ты будешь подниматься одновременно руками, двумя и двумя ногами, у тебя они работают оба. Так как ты делаешь это диагонально, то у тебя работает одна сторона, но это поясничный отдел. Соответственно, за подъем ноги наверх отвечает ягодичная. То есть, работает диагонально ягодичная и поясница с одной стороны. Для зарядки хватит пять раз на одну сторону, пять раз на другую. Так, дальше следующее упражнение, которое я делаю, это вот это. Так, что бы сделал я? Смотри, так как ты поясницу уже проработал в первом движении, если ты их вот так делаешь последовательно, да, я бы ноги оставил на полу, я бы их вообще не трогал. Почему? Потому что ты удерживаешь ноги за счет поясницы в статике, это лишняя нагрузка на поясницу, ты уже ее сейчас проработал. Оставляем ноги на полу, вытягивай руки и работаем только верхом корпуса. Смотри, плавно поднимаешься наверх и одновременно плавно локтями толкаешься к ногам. Это было не одновременно, это было последовательно. Ты сначала поднялся, а потом начал движение, а тебе нужно одновременно начать движение на себя и наверх. И без рывков, без рывков. Не задирай голову наверх, оставь внизу ее. И медленнее, медленнее, контроль. И твоя задача наверху, больше паузу добавить к верхней точке, больше. И плавно вытягиваешься. Пауза, плавно вытягиваешься. И теперь задача максимально свести лопатки, середину трапеции сократить, надавив локтями к ногам, в горизонтальной плоскости, в плоскости пола. Ага, вот здесь у тебя уже начинает работать середина, ну, грудной отдел позвоночника, середина трапеции. Почувствовал? да, десять раз и хватит. Так же, так же расслабляем, да, растягиваем. Можно даже не делать это вот скручивание, ну, как-то вот на одну сторону, на другую, можно просто вытянуться вперед и максимально опуститься вниз. Я бы добавил отжимания и добавил бы приседания. Ну, вообще, изначально, в самое начало ставятся крупные мышцы, соответственно, ноги, это самая большая мышечная группа, а потом на мелкие. Но, смотрите, что может быть. Если у человека пониженное давление, когда он начинает делать ноги, в первую очередь, у него вся кровь опускается к ногам, из головы, человеку может стать плохо, закружится голова, вот такие моменты. Поэтому за этим нужно следить и максимально разнообразить, чтобы кровь не заставилась только внизу, чтобы она гуляла сверху вниз, сверху вниз. То есть, можно сочетать упражнения, что-то сделать наверх, потом на низ, потом опять наверх, потом на низ, чтобы кровь от головы максимально в ноги не уходила. Ну, вот я прямо сейчас чувствую, мне немножко даже уши что-то заложил. Хотя, вроде, ничего такого сложного не сделал. Очень большая разница. Вот я прямо сейчас чувствую, что весь протянулся, растянул, прямо зарядочка. И, значит, тогда, сейчас я мог полежать, теперь присяду и все нормально. Да. А потом отожмусь. Да. Отлично. Ну, хорошо, давай о приседаниях. Я буду приседать чуть-чуть вот так, вот чтобы было не... Ну, ты делай, как ты делаешь. Я делаю вот так. До конца я особо не приседаю, хотя нет. Получается, ну, есть корректировки? Я бы стал шире. Еще. Еще? И ноги развернул стопы в стороны. 45 градусов. Отлично. Первое движение, которое ты начинаешь с таза назад. 45 градусов назад и вниз, чтобы таз у тебя уезжал. Ну-ка. Хоп. И потом точно так же, 45 градусов обратно в исходную позицию, таз должен вернуться. Попробуй сделать. Руки мои... Можешь вытягивать. Кому-то комфортно, чтобы равновесие удержать, кто только начинает. Кто уже, ну, более-менее понимает, можно руки держать просто перед собой. Почему обычно люди вытягивают руки? Потому что они боятся упасть назад, а руки как противовес, типа, который помогает им удержать равновесие. А это не дает дополнительную растяжку? А ты же делаешь ноги, причем есть растяжка. У тебя руки растягивают... Ну, ты... Вот некоторые, знаешь, как это... И ноги, и руки сразу. Нет, ну, типа, мы выбираем что-то одно. Вот, да, вот здесь я добавил баланс вот в этой штуке. Я сказал, что можно совместить, но здесь в этом смысла нет. Ладно. Акцент на ногах. Это и так большая крупная группа мышц, но очень сложно на ней сконцентрироваться. Смотри, что ты сейчас делаешь. Ты прям падаешь вниз. Вот, смотри. Я чувствую здесь вот дискомфорт. Если мы... Если мы возьмем какой-то предмет и бросим его, он летит с определенной скоростью, силы притяжения земли. Твоя задача не расслабить здесь, чтобы ты с такой же скоростью упал, а твоя задача контроль сделать над опусканием, чтобы ты свой вес опускал с определенной скоростью. Скорость этого движения, где-то в районе 2 секунды ты должен опускаться вниз. Раз, и, два, и. И наверх одна секунда. Раз, и, два, и. Наверх одна секунда. Раз, и, два, и. Нет, ты видишь, это ты поднялся, а ты должен только опуститься за это время. Раз, и, два, и. Наверх. Градусы правильные? Делай, делай. Сейчас корректируем. Раз, и, два, и. Вот. Наверху долго не стоишь. Раз, и, два, и. Да. То есть вверх быстро, вниз, низ, да? Раз, и, два, и. Да? Не спеши, контролируй. Контроль всегда должен быть во всех движениях. Не обязательно щелкать. А у тебя встреча через 10 минут онлайн, и тебе нужно быстро присесть. Это имеет смысл? Когда у тебя техника будет правильная, тогда ты можешь приседать быстро. Я могу с правильной техникой сесть и быстро, и медленно. А эффект будет один и тот же? Смотря что. Если это для зарядки, пойдет и так. Если ты уже потом в дальнейшем работаешь над увеличением мышечных объемов, то тебе нужно соблюдать определенный темп. Когда человек только обучается, можно вообще его замедлить до 3 секунд, чтобы человек 3 секунды только опускался, а потом 3 секунды поднимался наверх. Это делается для обучения, чтобы человек мог обучиться вот этой, ну, движению, почувствовать его. А потом, соответственно, можно делать комфортный для себя темп. Ну, лучше, лучше. И смотри, самое главное правило, но оно такое, типа, я немножко его называю очень таким резким, но, типа, не бывает так. Всегда можно сделать, ну, как бы нарушить это правило, потому что все люди разные анатомически. Многие говорят, что мы не уводим колени вот сюда за носок, типа, строго. Нужно, чтобы обязательно у нас колено сохранилось над стопой. Но есть такие люди двухметровые, у которых вот эта вот часть, она очень длинная, и человек не сможет сделать никак удержать эту часть над стопой, у него обязательно они уедут вперед. Поэтому у тебя, как бы, ты не такой высокий, не такие длинные конечности, поэтому можно постараться сделать, чтобы вот эта плоскость, ты ее коленом не пересекал. Понимаешь? Для этого нужно таз убрать назад. Давай. Пробуй. Во! И темп. Вот сейчас ты очень, как бы, далеко. Это слишком далеко было. Во! Класс! И пробуй чуть глубже тазом вниз. Да, отлично! А теперь попробуй не вытягивать руки. Сейчас ты заметишь, что тебя будет кидать назад, как будто падать. Ну, немного есть. Ну, собственно, 10 раз, и уже хорошо. Все, мы проработали ноги. Будем растягивать? Будем. Давай растягивать. Мы можем дополнительно растяжку целую показать, но это, конечно, долго. Это долго. Давай мы сейчас делаем зарядку, а дополнительные растяжки это уже будет на следующих... Передняя поверхность бедра. Показывай, как ты это делаешь. Смотрите здесь, что важно. Не просто подтянуть ногу, да, стопу к ягодице, а важно, подтянув ее полностью, подать таз вперед, толкнуться тазом вперед, но при этом оставить колено, направленное в пол. И тогда у вас растянется и передняя поверхность бедра, и подвздошно-поясничная мышца, которая отвечает за сгибание ноги. Давай. Сколько таких повторений? В принципе, мне кажется, по разу, да, можно? Удержание 10 секунд, 15 достаточно. Одну сторону ты удержал, тазом толкаешься вперед. Есть. И теперь мы из этого положения ставим ногу просто перед собой на пятку и выполняем наклон с прямой спиной к этой ноге. А, я с этой ногой что? Все, она просто чуть согнута в колено ставит. Просто на нее опираешься. Так. У тебя сейчас круглая спина, а нам нужна прямую спину. Вот. И у тебя тянется задний, ты просто главный наклон и фиксируешься здесь. Можешь руками взять за ногу и подтягивать себя. Но с прямой спиной. У тебя будет тянуться задняя поверхность бедра, так, та же, которая у нас тянулась вот при вот этих вот наклонах, которые мы делаем. Ну, допустим, пять раз так, пять раз так, да? Тебе не нужно пульсировать, тебе нужно только наклониться и зафиксироваться. А, и постоять в статике. И не приседай так сильно. Нет, в коленном суставе. В коленном суставе. Да, наклончик. О. Слышишь, у тебя мобильность еще и задней поверхности плохая, но растяжимость, да, не поверхность. А это влияет на поясничный отдел. Во всех наклонах. Таким образом, ну, нужно больше растягивать, да? Больше растягивать, чтобы увеличивать мобильность, чтобы ты был более мобильным во всех движениях. Я начинал там с 20, два раза по 20, потом два раза по 30, сейчас делаю по 50. Смотрите, мое замечание, как бы я бы сделал, чтобы не заморачиваться, я поработал бы секунд по 30. Просто ставите секундомер и не обращая внимания, чтобы не отвлекаться. Многих не получается одновременно и считать, и следить за техникой. Поэтому, чтобы не отвлекаться, вы ставите таймер, контролируете свою технику, таймер сработал, все, закончили, отдыхаем. 20 секунд отдохнули, 30 начали опять заново. Ты тогда не знаешь, сколько раз ты... Тебе не нужно это знать. А нет прогресса тогда. Ты не понимаешь, что есть прогресс. Ты будешь знать, что у тебя время под нагрузкой 30 секунд. Соответственно, если тебе 30 секунд выполнять уже легко, значит, ты поспрогрессировал. Давай, поставь, сколько я за 30 секунд раз отожмусь. Давай. Сколько вообще обычно, ну так, в среднем нормальный человек, который, ну, более-менее спортивный, отжимается, ну так, все. Если это девочка, это где-то в районе 5 повторений полноценных полностью. Если это парень, то выше 15, это типа хорошо. Отлично, это где-то 40. За 30 секунд? Нет, просто, просто, просто отжаться. А за 30 секунд ты по факту не успеешь сделать много повторений. Ну, тогда давай я в повторениях. Правильных чистых, то просто это где-то в районе будет 10-12 повторений за 30 секунд. Ну, вот для зарядки нам как лучше мерить секундами или считать? Для зарядки вообще не важно. Зарядка не для того, чтобы ты спрогрессировал в каких-то силовых там движениях. Зарядка для того, чтобы ты зарядился на целый день и все. А прогресс или какой-то рост, он происходит там в тренажерном зале, в каких-то силовых видах спорта и тому подобное. Давай ты считаешь, а я время засекаю. Ты посчитаешь, сколько мы за время сделаем. Ну, давай. Я и то, и то смогу, поехали. Да, погнали. А почему на кулаках? Я всегда на кулаках сжимаю. Почему? Ну, потому что так у меня суставы, мне неудобно. Ага. Я ощущаю травмировость в суставах, поэтому отжимаюсь на кулаках. Просто слабый сустав и все. Ну, значит слабый. У кого слабый сустав, отжимаемся на кулаках. Нет, у кого слабый сустав, просто делайте и он укрепится. Со временем укрепится. Да как? Да, он просто укрепится со временем. но кулаках у тебя выше, значит, увеличивается нагрузка. На что? Ну, амплитуда увеличивается, увеличивается нагрузка. Нет, смотри. На кулаках, во-первых, у тебя нагрузка уходит на трицепс с грудных, потому что ты кулак ставишь в параллельную постановку, и у тебя локти прижимаются к корпусу. Чтобы нам сделать больше акцент на грудные, нам нужно поставить ладони и развернуть локти в сторону. То есть вот так, на грудь? Поворачивать ладони не нужно. Ты вставишь их просто ровно, и я сделал бы шире постановку, шире ковра. Вот так? Да. Вот так на грудь? И локти 45 градусов относительно корпуса. Прижатые, прижатые 45 градусов, да. Давай стартанем с пола. Сделай, как ты обычно это делаешь, подход, а второй подход, как я, бы посоветовал. Ну давай. Ну давай. Мой подход. Ты время засекаешь? Да. ЧТД называется. Я успел 50 раз. Да, только это не отжимания. А что это? Вот то, что сделал ты, это... А можно, ну, можно все говорить на камеру? Можно все говорить на камеру. Это, ну, дрочево называется. В смысле? Смотри. Ну это, короче, обычно вот такие отжимания делают... Чего? Не уходи далеко. Обычно вот такие отжимания делают бойцы. Я боец. Вот. И, короче, здесь... Вот, помнишь, ты сказал? Скорее всего, у тебя на 30 входит нагрузка. Потому что, во-первых, у тебя амплитуда очень короткая. Ты вот в каком-то... Вот у тебя даже локоть, ну, толком не разгибается, не сгибается. У тебя вот такое движение происходит. Очень короткое. Чтобы полноценно сделать движение отжимания, нужно полностью опуститься и полностью подняться наверх. Полностью опуститься и полностью подняться. Я очень у многих смотрел, и ребята говорят о том, что нельзя полностью на отжиманиях разгребать. А я тебе не сказал, что полностью разгребать. Ты сказал разгребать. Я сказал полностью подняться, но я не сказал полностью разогнуть локоть. Это разная вещь. Полностью подняться, но у тебя остается локоть в нейтральном положении. Не вот в таком перепрогибе, а в нейтральном. полностью да вообще это начинается сверху но чтобы четко понять конечную вот эту точку в куда мы будем опускаться мы будем стартовать с пола давай смотри ставишь ладони чуть больше вниз к ногам опусти руки и сами вот и локти видишь у тебя 45 градусов они не сильно прижаты они 45 градусов вот такое положение ты сохраняешь да нейтральное положение поясницы таз чуть-чуть приподними уже от пола и поехали наверх толкаешься в пол руками топ и плавно опускаешься вниз и наверх не резко плавное движение медленное контролируя опускание может быть я поднимаюсь быстро опускаюсь медленно так есть вверх нормально на усилие ты толкаешься ладонями в пол а вниз контроль это был не контроль прям медленно вот и твоя задача точки в локтях свести навстречу друг другу об и тогда у тебя подключаются грудные мышцы часто почувствуешь разницу чуть-чуть голову и очень сильно ты наклонился вот это похоже на отжимания и вот таких отжиманий ты точно 50 не сделаешь за 30 секунд отлично бро вот это грудная трицепс конечно же здесь работает как синергист как помощник но основная мышечная группа это грудь в том исполнении в котором ты делал грудь татики работает и больше трицепсовые отжимания это называют и причем в супер укороченной амплитуде так обычно бойцы делают для того чтобы у них выносливость в руках было больше потому что они постоянно в этом движении находит вот сейчас я почувствовал да еще больше такую нагрузку конечно когда руки шире наверное надо растянуться до сколько мы делаем перерыв между подходами 30 секунд достаточно будет до 3 если человек более-менее хоть подготовлены если человек не восстановился вообще сделала 30 секунд или только 12 повторений но у него сердце там удар где-то 120 130 туда до ближе к 150 то нет смысла начинать следующий подход человек просто не успел установить а есть люди которые присядут 10 раз и потом у них два часа сердце остановиться не может это говорит о том что нужно сердечно-сосудистую систему тренировать поэтому работайте по ощущениям если вы понимаете что вы готовы к следующему подходу значит выполняет что ты скажешь насчет того как пить во время тренировки если это интенсивная тренировка то каждые 15 минут два больших глотка будет достаточно два больших глотка полноценных воды будет достаточно потому что если это интенсивная это постоянно где-то ну это какие-то будет либо прыжки либо какие-то перемещения если ты будешь очень часто много пить у тебя вода будет накапливаться в желудке тебе будет некомфортно Она постоянно будет там болтаться и тому подобное. Ну, а когда рот сушит, вот хочется пить, пить, пить. Тебе будет достаточно просто двух глотков за 15 минут. Вот. Если это силовая какая-то тренировка, то там не так сильно хочется пить, во-первых. А во-вторых, даже если ты будешь много пить, это не будет тебе дискомфорта доставлять. Поэтому, ну, по ощущениям работать. Ну что, друзья, мы закончили нашу утреннюю зарядку, точнее, обеденную зарядку. Солнце уже будет скоро на закат. Я надеюсь, что она была вам полезна. Это будет полное видео. Еще я сделаю из этой же зарядочки прям короткую нарезку, выложу отдельным видео. Там будет четко прям все по времени, без нашей с Пашей болтовни, без разжевывания каждого упражнения. Вы просто переходите вот тут вот по ссылочке, нажимаете на нее и комфортно занимаетесь. Там все по таймингу, сколько раз, какие упражнения, какие подходы. И кайфуете, не знаю, там закиньте все в заметку, очень удобно. По сути, мой YouTube-канал, я вот даже Паше рассказывал, это мой дневник, где я как режиссер рассказываю о различных лайфхаках сам для себя. По факту, эту зарядку и Пашу я пригласил для того, чтобы на моем YouTube-канале, в моем, скажем так, дневнике, было полное руководство, как правильно выполнять зарядку и не делать каких-то неправильных упражнений, да. Вот как мы уже обратили внимание, что тут очень много всего делал неправильно. И это не круто. Ты занимаешься вроде не тем же, но все... Не настолько эффективно просто. Короче, неэффективно, да. И теперь у меня есть на YouTube собственная зарядка, я ее буду каждый раз включать и по ней заниматься, если вдруг там подзабыл какие-то упражнения. Почему? Потому что вот когда на разных каналах там разные зарядки, я что-то там себе написал, такое упражнение, сякое упражнение, очень-очень неудобно. Ну и дай бог она вам тоже поможет. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, лайки, тысяча лайков, и мы записываем силовую тренировку. Тренировку в тренажерном зале.